То, что произошло, ну, говорим мы об одной ситуации, но другую не видим. Слушайте, сотрудники, которые впоследствии, я с этим согласен, председатель говорил, приехали туда, они стояли с первого этажа до самой квартиры, и внутри квартиры тоже находились. Как посторонние люди говорят, я не могу сейчас это утверждать, в трезвом, кто-то говорит, не в трезвом состоянии, пройдя сотрудников, пройдя всех, попали в эту квартиру и произвели там выстрел, почему-то об этом мы с вами все тут говорить не хотим. Друзья, я закончу, я сейчас закончу. Сейчас, секундочку, можно меня не перебивать? Я вам другое скажу, слушайте, я договорю просто выстрел. Дайте сказать, слушайте, друг другу, научитесь друг друга слушать. Я сейчас имя не помню точно того человека, который выхватил этот пистолет. Вот ему надо сказать огромное спасибо, который успел его схватить и направить вниз. И этот выстрел уже произошел в пол именно, то есть не в направлении людей. Вот об этом мы почему не хотим говорить, что потом мы говорим власть там, оппозиция. Никто никого вчера не покрывал. Вчера наше присутствие просто предотвратило на самом деле убийство, если хотите так выращать. Вот как было вчера слушать. Кто-то их, если бытовым выражением пользоваться, да, платил зарплаты и сводил с ума, говоря о этих людях плохо или негативно. Другое дело, что периодичность, эта клевета имеет определенную периодичность. Она связана с выборами, связана с какими-то политическими событиями, друзья мои. И когда мы кого-то обвиняем, вот я помню, там были собеседования с определенными гражданками в службе госбезопасности. Это 18-19 год. Но до судебных решений, до процессуальных вещей дела не доходили. Мы требовали, просили, бывшее руководство службы МВД, прокуратуры. Вы помните, какие сложные политические события сопровождали. Но тем не менее, в частном порядке мы просили довести дело до логического правового конца. Сегодня, да, я согласен с вами, дорогие друзья, мы одну вещь обсуждаем. Я переживаю, мне, я вот здесь замечания попытались сделать, я озвучу, почему вы там оказались. Хорошо, что вы там оказались. Другой вопрос, что сегодня я первый раз за почти 4,5 года вижу, что в рамках закона, уведомления идет процесс на раскрытие этих лиц и аффилированных лиц, стоящих за ними. Я, друзья мои, пожелаю вам удачи в этом направлении. Мы этот вопрос держим под контролем. И надеюсь, что в ближайшее время мы выйдем на заказчиках. Мы с вами, коллеги, здесь все заинтересованы, правильно, чтобы выйти на заказчиках? Правильно, чтобы на самих себя не было. Ну, мы можем шутить, обвинять кого-то, а факты будут делать. Это важно. Да, важно. Я надеюсь, что это юмор. Это юмор, Валерий Владимирович, он захоронится, когда судебное решение выйдет. Я надеюсь, что мы потом будем так же шутить. Спасибо большое. Давайте будем друг другу правду говорить. На самом деле, вот Еремеевич сказал, то одни анонимы пишут, то другие анонимы пишут. Мы должны понять, что нет левых правых, они нас приведут к горе. Сегодня отец двоих детей, замминистр, да, который стрелял там, и кто-то ранен, говорят, в этой ситуации. Но это уже к чему ведет? А вдруг человек погиб бы, да? Из-за чего? Из-за того, что кто-то себе позволяет, кто-то говорит, что это оплачивается. Возможно. Я как человек, который ушат и грязи на меня вылили в первый год нашей работы, когда поднимал вопрос анонимности в сети. Очень хорошо помню, что тогда говорилось, что это, значит, свобода слова. Нет, это как раз первый год нашей работы. Что это свобода слова, нельзя это закрывать, нельзя этим заниматься. Хочу задать сейчас вопрос вам, коллеги, службистам, извинам, генпрокуратурам. Скажите мне, пожалуйста, вы вычислили людей сегодня, да, есть подозреваемые? Значит, у нас есть техническая возможность этим заниматься? Вот давайте подумаем, давайте подумаем над тем, может, нужен закон какой-то. Я еще раз говорю, нет левых и правых коллеги. Это было при прошлой власти, это продолжается сегодня. Хватит вот это прикрывать. И на один, и на другой мы доведем до греха. Вчера парень, слушайте, у него трое маленьких людей. Какая у него дальше судьба может быть? А если бы он убил кого-то? Давайте об этом подумаем в первую очередь. Прошу вас, если это технически возможно, мы вам поможем. Законодательная. Я, например, говорил с некоторыми дехтарями. Не нужно закрывать весь фейсбук. Собирается группа, где 20 тысяч человек, и где кто-то какие-то непонятные вещи пишет. Есть такая возможность блокировать группы. Я не техник, но мне так сказали. Вам задаю вопрос, если можете делать. И еще, ребята, самое главное, что мы не должны забывать. Слушай, вокруг нас враги. И в той же Грузии, и еще где-то могут сидеть за океаном, и специально славливать абхазский народ, слушайте. Такими патриотами враги не нужны. Мы можем себе представить, чем это может закончиться. И, возможно, это не абхазский гражданин пишет, а какой-то гражданин иностранного государства, который заинтересован, чтобы здесь пролилась кровь. И абхазское государство закончилось. Обращаюсь к Гарри Бугаеву. Гарри Бурановичу. Вот мы вчера с вами тоже на этот вопрос говорили. И вот депутаты, которые сами же говорят, которые приходили ко мне, я тебе как сказал? Приходи ко мне, мы обсудим любой вопрос и решим. Если есть люди, либо анонимы те же самые, на которых нам вам необходимо обратить внимание, мы это сделаем, невзирая на какую-то политическую или другую направленность человека. Если есть ситуация, ты сегодня являешься государственным деятелем. Мы, соответственно, сделаем все, что от нас зависит. Этот вопрос, чтобы было вообще неоткредит. Я хотел все время задать один вопрос депутатам, которые находились на месте вчерашнего разбирательства, там вот следственных мероприятий. С моей, со стороны наших сотрудников, какие-нибудь неправомерные действия были совершены, которые мы могли обратить внимание. Очень корректно. Постоянно судят сотрудников, я хотел бы понимать. Было, как и в любом случае. Не со стороны прокуратуры, не со стороны города. Не со стороны прокуратуры. Не со стороны прокуратуры. Не со стороны прокуратуры. Не сконцентрировали. Вообще никакой некорректности. Уважаемые коллеги. Дайте, пожалуйста. Уважаемые представители, которые пишут в рапорта, дают объяснение, как эти граждане казанистан, как они виноваты всех депутатов. Папа, возвращайся. Вот я хочу сказать тоже. Вот хочу сделать так официально. Может, я не смогу, меня не приглашают, но я хочу вам тоже помочь. Помочь разбить аналогичное выступление с анонимами. Вот прямая взаимосвязь между событием, умыслом и фактом. Вот в отношении в данном случае конкретно группы. Вы можете выйти на группу анонима прямо по цепочке. В аппаратной приемной аппаратуре видеоизображения администрации президента. Снято на мобильный телефон. Я вам скажу, кто был. Я вам помогаю. Берюточка, я вам помогу. Вы были сотрудники ГСО, сотрудники Управления внутренних дел и сотрудники пропортов города. Снято с кем-то из этого круга. Круг лично установить, кто в этом присутствовал. Там же посторонние не могут зайти в администрацию президента. Прижимный объект. Кто-то снял из присутствующего мобильный телефон. И передал анонимам. И анонимный пользователь в течение пяти минут распространяли по сети. Вот установите эту личность, кто это. Я обратился с индивидуальским запросом. Начальник ГСО. Установите личность, кто снял. И кого он конкретно отправил. И вот вы выйдете на цепочку, вглупый анонимный. Вглупый анонимный. Вот это так. Я не верю, что снял. Вы пришли к вам. Давайте, как раз, передайте, Дикимович, спасибо за предоставленное слово. Попрошу всех успокоиться. Здесь ничего не происходит, что мы не можем обсудить в таком формате. Тихо, спокойно здесь у всех коллеги сидят. Конечно, мы хотим. Астамуль Борисович, я тоже вас попрошу. Менее эмоционально вопросы, которые вы хотите ставить на следующий сет. Давайте, а мы между собой обсудим, не надо здесь из этого сделать, такого рода полаган. Не надо остановитесь. Какой полаган, регулярно, регулярно. Чтобы полаган покупать, покорейки и высказывêm. Сука, река, покорыки и высказыв�� на различие лог наши коллегистики. Перекарование вы рассказываете, покорейки и вы смысломайте. Полагансподаетесь. Все вместе. Полегnie успеем,ptions zajмelim нараз Angebе, семейных волосоз чувство, Валерий Ремеевич намного в нас всех старше, и намного есть больше заслуг. Не перебивай меня, я тебя прошу. Я тебя прошу, не перебивай меня. Не лезь, пока я разговариваю. Не разговаривайте так, не разговаривайте. Я разговариваю. Вы можете с тобой разговаривать? Валерий Ремеевич имеет больше заслуг, чем все вот здесь сидящие вместе. Я так считаю, и чуть с уважением относитесь. Если даже в силу возраста что-то не может быстро отреагировать, не надо так на это воспринимать. Что касается обсуждаемого вопроса. Что касается... Давайте послушаем. Астамур Борисович, я вас прошу. Скажи, можно послушать? Да, можно послушать. Говори, когда мы будем только послушать. По вопросу, по инциденту, о котором мы хотим сегодня обсудить, в рамках именно его обсуждать, я его вообще не вижу смысла, так как этот инцидент, сложившийся по вопросу анонимов, он лежит глубоко еще за долгие годы, до того, как вчерашний инцидент произошел, так как анонимный ресурс, который существует в соцсетях, он всем известен, кем он создан. Власть сегодняшняя, будучи в оппозиции, пользовалась этой анонимной сетью, анонимными соцсетях, и вообще считаю, что именно 30-40% заслуги того, чтобы вообще власть могла прийти в оппозиции, это именно анонимы, это была большая работа по дискридинации всех неугодных им людей, и они это продолжают дальше, продолжают оскорблять и других депутатов, не только, которые там в списке есть, нас, меня лично... Нет разницы. Да, реальности всегда неоднозначны в наших коллег на оскорбление. Или представители власти, гражданин Любовь. Вообще, дайте я продолжу, вообще не только личности депутатов вас оскорбляются, оскорбляются вообще как век отдельной власти, сам парламент. На такие вещи даже не реагируем мы, потому что это выгодно, когда-то кому-то выгодно, и это мы поощряем. Есть даже в соцсетях такие люди открыто оскорбляют парламент, я это вчера и перед сотрудником СГБ, и прокуратурой говорил, есть имена даже в соцсетях, никто не скрывает. От средства лют, грязь, оскорбляют вообще как отдельный депутат власти. На это тоже надо реагировать, что я хочу сказать вам лично. Это наше государство, не имеет значения, какая депутат власти здесь оскорблена или личность. Вообще, как парламент оскорбляет, но на это нет реакции, ни разу не было реакции. Если мы сами здесь не начнем реагировать, то понимание среди коллег мы найти не можем. Даже в ситуации с нами, что произошло, когда Валерий Агарба был в попытках окривитать его, тоже в соцсетях началось. Потом видео, которое прокуратура изъяла, если его попало в соцсети, анонимно это все распространялось. Потом и телевидение анонимными материалами сделало репортаж и обвинило вместе с прокурором города Валерий Агарба. Здесь ситуация происходит почему так? Потому что эти анонимы, которые шесть лет грязью поливали на наш народ, власть всех подряд, сегодня они находятся в административных зданиях, в разных учреждениях. Их назначают на разные должности. Вот здесь представители СГП, если он знает, ник такой был, сад, сад, по которому лил грязь, мы проводили беседу, задерживали. И эта женщина сегодня в административных зданиях. Ну, вы в то время работаете, вы с ГВТ? Не надо слышать об этом. Гарри Главович, когда даже интернета не было в газетах, писали под лайки, я вас прошу еще раз. Это не шесть лет назад. Вы меня планировали? Я вас все спрашиваю. Я вас все спрашиваю. Все, продолжайте. Когда у вас будет дозвольств, вы свое мнение выскажите. Объективно. К чему я это все говорю? К тому, что сегодня власть поощряет эти действия в одну сторону. И эффект сегодняшний, который там задержание якобы такой необходимый. Я никогда не буду защищать анонимов. Они больше всего для меня негатива. На меня так же, как и на остальных коллег выливали. Я их никогда не защищаю. Ситуация, которая произошла вчера, интересует наших коллег, почему появились там депутаты парламента. Это очевидные вещи, почему там могут появиться депутаты. Потому что население незащищенное стало действиями прокуратуры, несправедливости какую-то видят. И обращаются они за защитой, и участок депутатов. Это нормально. Не надо нарушать. Да, закон нарушать. И, во-первых, почему там много людей собралось, я вам хочу напомнить, что это квартира героя Абхазии, погибшего во время войны. И любое там действие... Значит, вы не можете туда? Нет, я об этом не говорил, не перебивайте меня. И любое действие в их сторону семи героев Абхазии, погибшего молодого парня, очень уважаемого вообще в обществе. У него остались друзья, братья, кто его очень сильно уважал. Что бы там ни происходило, даже если тяжкие преступления эта семья совершит, чтобы вы понимали, всегда за них придут друзья, родственники, соседи. Это Абхазия. Никого это удивлять не должно. Тем более там женщин, мужиков, когда нет, детей касается. Конечно, соседи собрались. Это обычная история. Мы не хотим, чтобы такое происходило. А депутаты, которые туда пришли, вот люди, представители прокуратуры и СГБ, наверное, вам рассказали, что мы, наоборот, сглаживали обстановку, договорились, мы договорились со всеми. У вас неправильная информация. У вас неправильная информация. Вы затянули. Вот такая информация. И потому что вы там присутствовали, вы вовремя не смогли взять и взять. Вот такая информация. У вас часто... А вы белое называете черное. А вы, вы, вы... И перебивайте меня, у вас неправильная информация. Я там присутствовал. А вы вводите в заблуждение нас всех. Но вы... Нашу общественность. Ну, они так... Ну, а вы вводите в заблуждение. Вы вводите в заблуждение. Я видел, я ее рассказываю. Но вы не перебивайте. Вы не перебивайте. Поэтому нам собак называли. Не перебивайте. Вы что хотите, просто напшать. Мы не не пугайтесь. Просто вы сейчас даете нам приказ. Ребят, вы в законной все работаете. Вы не ходите, чтобы вы работать. Гарри Дурак. Я сейчас дойду до вопросов. Я хотел высказать и потом вопрос задать. То, что депутаты там находились, благо, что мы там находились, потому что мы смогли предотвратить, может и убийство, может и ранение тяжкие, какие-то последствия ваших действий при разоружении стрелявшего не участвовали ни один сотрудник, ни прокуратуры, ни СГБ. Один подошел к концу начальник милиции города, а остальные, которые люди в масках были, до этого там стояли, они в другом углу стояли. И нам пришлось самим это делать. Слава Богу, это получилось. У нас такого опыта нету разоружать, но у нас это получилось. Хотя при такой ситуации, если бы были те сотрудники, которые в Гаграх занимались, они, наверное, застрелили бы его. Слава Богу, это Гаграх, возьмите на Гаграх, на СССР. Застрелили человека при задержании. А как это называется? Уголовить здесь это убийство. Как называется? Вот я прокомментировал здесь, когда в своей речи в парламенте, я сказал, что... Самооборона, да? Огроли, да? Да,baarарий. Его лично принял на салону. Военной СССР, застрелили! Может, на салон, да? Я хочу сказать, что все это происходит прямо сверху, а по приказу нашего главнокомандующего это методы запугивания. Подождите, это не сердце, это не сердце, это не сердце, это не сердце. Это остановительство. Я очень прошу, это вопрос или это что? Это милиция, это просто на ноги, это что? Комидет, вопрос, я пойду до вопросов. Вопрос задайте, зачем нам это надо? Я это обязательно говорю. А чего это происходит, я вам скажу, запухивает людей. Сегодня в стране очень много проблем. Не ругать власть. Только я не знаю, что с ней плоди не будет ругать. Сегодня три дня без света, четыре дня без воды. Мы не можем с дому выйти. Открыто, открыто, жутки ругают. Это другие разустадоры. Открыто, люди в соцсетях ругают власть. Потому что люди хотят просто власть. Я вам говорю, что не хватает людей, не сады, не сады. Дайте людям сверху, дайте людям воздух. Меньше будут ругать. Вот в чем проблема. А мы будем сюда насторожать. А мы будем сюда насторожать. Спасибо большое. Давайте вы, давайте осуществлю. Дайте свет и воду людям. Не будут ругать. Неанонимно не надо. Мы сейчас за нам. Погодите, обожаемые. И свет нужны, и вода нужны людям, безусловно. Вы просто закройте документы под людям. Люди страдают. За них действия власть. За некомпетентных действий. Дайте свет людям. Немного ругать. Дайте Богу. Дайте юриду. Дайте зарплату. И все. И никто не будет ругать этого президента. Лично его никто не хочет посадить. Люди хотят жить. Нормально. Это условие, которое вы их решили. Я уже жду полгия. Я просто беру очередь. Я не выступал. Я не выступал. Пожалуйста.